Друзья, вот у вас было такое, что вы хотите себе какой-то подарок на день рождения, сами не знаете какой, но при виде этого подарка вам так и хочется сказать ВАУ! Лексус! У меня, конечно, сегодня не день рождения, но я очень рад тому событию, что у нас сегодня на обзоре два абсолютно новых Лексус RX 350 2023 года. Вы на канале West Motors, поехали! Два абсолютно новых автомобиля без пробега 2023 года, это у нас последнее поколение, и что мне сразу бросилось в глаза, так это размер автомобиля. Визуально он стал немного меньше, чем его предшественник, и так есть на самом деле. Он стал на 6 см короче, чем предыдущее поколение, но колесная база стала на 6 см больше, то есть места в автомобиле стало больше, снаружи автомобиль стал меньше. И скорее всего компания Лексус прислушалась к своим фанатам, которые не очень взлюбили огромную решетку радиатора на предыдущем поколении. В этом поколении они сделали ее поменьше, из-за чего, в принципе, автомобиль воспринимается нежнее, чем предыдущий кузов, который был такой, знаете, весь вот прям японский, обрубленный, острый, такой дерзкий, здесь эта машинка стала понежнее. Изменениям также подверглась и задняя часть автомобиля. Скорее всего компания Лексус решила вернуться к истокам, и вместо привычного нам логотипа Лексус, они большими буквами написали название своего бренда. Касаемо задней оптики, она у нас, во-первых, светодиодная, но здесь Лексус не совершил какую-то революцию, они пошли по современным тенденциям и сделали монолитный фонарь по крышке багажника. Выглядит достаточно круто, стильно, современно. Но также остались еще стилистические особенности предыдущего поколения, это эффект парящей крыши. Мне очень нравится эта фишка у RX, смотрится на самом деле очень круто, на белом цвете особенно подчеркивается эта фишка, на черном, конечно, выглядит не так эффектно. Давайте сейчас кратко поговорим о модификациях, которые доступны у нового кузова RX. У нас самая базовая модификация 350 на полном приводе, но пускай вас не вводит в заблуждение индекс 350, потому что здесь не тот самый добрый 3,5 атмосферный мотор, здесь 2,4 турбо, 4 цилиндра, 275 сил и 8-ступенчатая коробка. Лошадиных сил, конечно, стало немножко меньше, чем в 350 предыдущего поколения, но, вы сами понимаете, скинули больше литра, а это уже положительно скажется на растаможке автомобиля. Я вот сейчас стою и пытаюсь как-то вот эту ситуацию все сгладить, но у меня не получается, надо сказать как есть. Lexus 23 года, последнее поколение, практически максимальная комплектация, это у нас побогаче, это победнее, но у обоих комплектаций светодиодные ходовые огни, светодиодные дальние, светодиодные ближние, а поворотники оранжевые галогенки в новом Lexus 23 года. Вы серьезно? Ты слышишь этот звук? Во-первых, что это такое вообще? Тут такое ощущение, что вот дырка для лампочки, еще одной галогенной. Да нет, это походу подсветка при повороте. Не, я понимаю, но она вообще диодная или галогенная? Ну, судя по тому, что здесь поворотники галогенные, вот эти вот лампочки тоже будут галогенные. Здесь у нас под логотипом Lexus аккуратненько скрывается радар дистроника, который измеряет расстояние до впереди едущего автомобиля и, соответственно, разгоняется, либо притормаживает при необходимости, при активной работе круиз-контроля адаптивного. Так, дальше идем. У нас в этой комплектации стоят 19-е диски, в этой комплектации у нас стоят 21-е диски. Как я вам уже говорил, это не максимальные комплектации и ни у одного, ни у другого автомобиля в комплектации нет камер кругового обзора. Естественно, в более богатых комплектациях эта опция доступна, но, если честно, это больше минус, чем плюс, потому что работают эти камеры достаточно странно. Дверные ручки. Очень крутая тема, новая для Lexus, сделана современно, круто и прям для людей, потому что многие производители сейчас делают такие выдвижные ручки заподлицо дверям, и вы сами понимаете, что эти ручки имеют определенные болячки в нашем климате. Здесь же сделано, посмотрите, ручка выполняет именно функцию рукоятки. Вы просовываете сюда руку, и здесь есть небольшая кнопочка, которую вам специально даже нажимать не надо. Вы просто тянете за ручку, и все, дверь открыта. Есть бесключевой доступ. Есть липоизон у обоих автомобилей, рейлинги заводские, тонировка по задней полусфере. И есть функция бесконтактного открытия багажника. В принципе, функция такая достаточно распространенная, но в большинстве автомобилей она работает очень коряво. Сколько я не открывал ногой эту крышку багажника, всегда срабатывал идеально. Сейчас, конечно, мы, когда будем это делать на видео, мало вероятно, что сработает, но давайте попробуем. Вот оно, японское качество, за которое так любят эти автомобили. В багажнике нас встречает комплект новых тканевых ковриков. Естественно, коврики тоже новые, как и сам автомобиль. Здесь у нас, посмотрите, есть докатка, есть домкрат, и такой вот синий пакетик с площадкой для номерной рамки. Так, куча инструментов, баллонник, крючок, есть отвертка и вот такие вот колпачки для насадок на гайке. Есть заводской сабвуфер в автомобиле. Здесь не премиальная акустика стоит, не самая топовая, которая может быть, но, тем не менее, даже у базовой акустики есть заводской сабвуфер. Две кнопочки откидывания второго ряда. Но, к сожалению, второй ряд откидывается с кнопок. Но вернуть обратно его вы сможете только вручную. Немножко не дожали в этом моменте. По поводу шторки. Вот мы выкладывали обзор в наш инстаграм-аккаунт с этим автомобилем, и очень много людей хейтило вот эту вот шторку. Типа она древняя, такая же, как и была там в старых Lexus. Ребят, ну вы прям не на то обращайте внимание. Во-первых, эта шторка реально сделана для людей, потому что многие шторки, они без вот этих вот салазок. Вот вам постоянно надо перецеливаться для того, чтобы закрыть эту шторку. Здесь вот эти салазки, они реально помогают. То есть по шторке я бы не сказал, что это прям какая-то катастрофическая проблема. Есть вещи и похуже, например, галогенные поворотники. Автомобиль у нас также оснащен камерой заднего вида, задними и передними парктрониками. И мы вам, в принципе, уже показали этот автомобиль и спереди, и сзади, по наружке. Напишите в комментариях, как вам вообще внешность нового кузова RX-а. И есть ли среди наших подписчиков фанаты Lexus? Пишите тоже в комментариях, как вам новый кузов, зашел, не зашел, лучше предыдущего или нет. Ну а мы пока пойдем в салон автомобиля. Вот, наверное, попадая в салон этого автомобиля, первое, о чем стоит начать говорить, это приборная панель, огромный монитор. То, что здесь все такое новое, не такое, как в предыдущем Lexus. Все сделано очень круто и красиво, но я бы хотел все-таки остановить свое внимание на достаточно банальной вещичке. Это руль. Казалось бы, что может быть плохого с рулем? Сейчас за 50 долларов можно перешить руль как захочешь, это будет суперкруто и качественно. Но в случае с новым Lexus я бы хотел закинуть такой камешек в его огород, потому что руль сделан, на самом деле, не так, как должен быть сделан в премиальном автомобиле. Вот этот вот трамплинчик, очень похож на такую какую-то зайчью губу. Вот здесь он такой более плавный переход этих стыков. Здесь прям такой трамплин. Я не знаю, видите ли вы это на камере, но я это вижу и ощущаю. Об этом реально можно потом мозоли понатирать. Да, очень красивая вставочка такая, деревянная, текстурная. И руль сам красивый, несмотря на то, что вот эта вот часть у нас не кожаная. Но попытались сделать заказ под кожу. Строчка, строчка, ну вот смотришь на нее и на самом деле грустно становится. Ты понимаешь, что сидишь в дорогой машине, а строчка сделана вся коряво, как будто зажигалкой опаливали торчащие куски нитки. В некоторых местах вот именно стыки кожи, они прям, знаете, уже разворачиваются. Вы уже видите обратную сторону этих кусков кожи. Поэтому вот, казалось бы, сделали новую тачку. Вроде как смотришь, все остальное сделано неплохо, современно, круто. Но вот есть такие нюансы, которые вы будете видеть. Может быть, вы их не видели бы, пока не посмотрели этот обзор. Но хочется вам рассказать все, с чем вы столкнетесь, что увидите. Не факт, что это на каждом автомобиле такие косяки будут. Посмотрим на другом автомобиле. Но факт, что это есть. Это выполнено недостаточно качественно. Давайте перейдем уже к плюсам. Плюсов здесь, конечно, больше, чем минусов. Запускаем автомобиль. Кнопочка старт-стоп находится у нас вот здесь. Мы сейчас будем говорить про комплектацию черного автомобиля, потому что она побогаче. Мы лучше скажем, чего нет в белом автомобиле. А нет в белом автомобиле, это, во-первых, head-up дисплея. Второе отличие, это органы управления на руле. Посмотрите, здесь на руле у нас есть такие стрелочки. И слева, и справа. Они у нас как тактильные, обычные, так и сенсорные. То есть я вот так вот вожу пальцем на проекционном дисплее, я могу запрограммировать эту кнопку под определенные функции. То есть я могу включение круиз-контроля здесь запрограммировать, или включение удержания в полосе, или управление дистроником. С левой стороны я могу запрограммировать под музыку, или еще под что-то. То есть это все отображается на проекционном дисплее. Это очень круто. По поводу цифровой приборной панели, все интуитивно понятно. Скорость, тахометр, удержание в полосе, дистроник. То есть эта панель не перегружена к какой-то лишней информации. По поводу монитора. Видите, он здесь такой большой, и сделано реально в лучших традициях японских автомобилей. То, что все развернуто немножко в водительскую сторону. Это тоже такая вот фишечка, которая напоминает о том, что автомобиль сделан для водителя. Потому что китайские производители очень часто отказываются от мониторов в пользу водителя и отдают их пассажирам. Здесь же сделано все по таким водительским стандартам. Приятный момент, то что здесь дисплей стал сенсорный. Потому что в предыдущих кузовах до последнего Lexus сделал мультимедийные системы без тачпада. Мультимедийная система работает очень быстро. Посмотрите, я перескакиваю с менюшки в менюшку. То есть это не самая быстрая мультимедия, но тем не менее без всяких лишних тормозов. Здесь вы можете, посмотрите, переключить режимы езды Normal, Sport и Eco. И также сделать кастомный режим, настроить его под себя. По монитору очень круто. И мне понравились органы управления климат-контролем. То, что они, во-первых, сенсорные. Но вот эта вот панель управления климатом, она никуда не уходит. Для примера вам приведу Теслу. Вот в Тесле надо заходить в специальное меню и там настраивать себе климат. Здесь же эта панель никуда не пропадает. И вот эти вот барашки, они вот вроде такие тактильные, не сенсорные. Но именно температура показывается на самом мониторе. Видите, как это все красиво, такие теплые домашние цвета. Есть в автомобиле у нас подогрев руля, есть подогрев сидений, есть вентиляция сидений. Всего есть три режима, но также вы можете включить на авто. То есть автомобиль понимает, что-то сейчас холодно как-то, давайте включим подогрев руля. Или что-то холодно, давай немножко включим подогрев сидений. То есть она автоматически это будет понимать. Здесь у нас кнопки такие физические, подогрева заднего стекла и подогрева зеркал и подогрев переднего стекла. Ну, обогрев. Здесь подогрева лобового стекла нет. Здесь шторочка, в которой скрывается небольшой отсек, в котором есть беспроводная зарядка. И эта беспроводная зарядка сделана вот под очень хорошим углом, вот под таким. То есть вы когда кладете телефон, он у вас не будет вылетать при разгоне в салон автомобиля. Есть также зарядочки USB, Type-C, здесь еще две видите, тоже Type-C. И вот эта вот площадка, она регулируема по высоте. То есть если у вас стакан поглубже, вы вот так вот втопили и поставили сюда стакан. Если у вас, например, стаканчик небольшой, нажали кнопку Push, у вас вот эта площадка поднялась. То есть для стакана меньше глубины. Вот такой вот приятный очень джойстик переключения передач. Работает он на самом деле очень интересно. То есть если вы хотите включить заднюю передачу, короче, как на механике работает. Чтобы включить заднюю передачу, вам надо вот так вот джойстик влево и вперед. Все, у вас включилась задняя передача. Что включить нейтралку? Вниз. Что включить драйв? Надо влево и на себя. Все, у вас включен драйв. Для того, чтобы включить механический режим, просто дергайте еще раз назад. Удобно, круто, современно. Для паркинга просто нажимаем на эту кнопочку. Также возле селектора КПП есть кнопки автохолда, электронный ручник, старт-стоп, помощь при спуске, включение внедорожного режима, чтобы это не значило. Но включая внедорожный режим, у вас также загорается эта опция на приборной панели. То есть, как автомобиль будет себя вести, если честно, я не знаю. Мы его на бездорожье не собираемся никуда отправлять. Я думаю, как и большая часть владельцев RX. Также в автомобиле есть дистроник, как я уже говорил, и удержание в полосе. Есть датчик света, есть датчик дождя и есть автоматический дальний. Есть также память сидений в трех положениях только для водителя. Еще хотел бы отметить подрулевые лепестки. Они выполнены очень качественно, красиво и стильно. Но для того, чтобы ими воспользоваться, вам надо взяться за определенную часть этого лепестка. То есть, вот так вот все хорошо. А если я вот интуитивно хочу потянуть за эту часть, то лепесток этот не срабатывает. Посмотрите, у подлокотников часто есть такая проблема у многих автомобилей, то что он открывается только в одну сторону. Или, например, в случае с BMW, он открывается вот так вот на распашку сразу двумя калитками. Здесь, смотрите, я нажимаю кнопочку с водительского сидения, подлокотник откидывается таким образом. Пассажир нажимает вот здесь. И вот такой вот фокус вы можете проворачивать. То есть, это удобно для всех. Очень приятно, когда ты поднимаешь голову и видишь то, что у тебя есть люк, у тебя есть черный потолок. И мало того, что он черный, так он еще и в алькантаре. Здесь, на самом деле, все сделано просто на высшем уровне. Освещение у нас сенсорное. То есть, вот так вот прикладываете палец, и у вас загораются светодиодные лампочки. Также есть очечница, и здесь у нас управление панорамкой, собственно говоря. Шторка у нас механическая. Вот это. Ну, ничего страшного, зато на в алькантаре. Будет повод лишний раз ее потрогать. На торпеде у нас мягкий пластик. Местами встречаются кожаные элементы. Но вот здесь вот этот мягкий пластик, прям такой, как антистрессовый. Реально можно жмякать, он прям очень мягкий. Касаемо сидушек. Сидушки имеют у нас такую ярко выраженную боковую поддержку. Очень красиво выглядят. И здесь вот видите такие выштамповки, типа как паутина Человека-паука. Очень интересно выглядят. Ну и в принципе по удобству. Я вот прям сел, и мне со старта комфортно в этих сидениях. Правило, в премиальных автомобилях бардачок изнутри отделан таким бархатным материалом. Я сейчас узнаю. Опа. Ничего себе. Мало того, что здесь такая бархатная обивка. Здесь еще, посмотрите, куча всяких ништяков. Давайте посмотрим, что получает себе владелец нового Lexus. Куча всяких мануалов. Здесь мануал. Здесь у нас гарантия. Какие-то здесь всякие брошюрки. Все еще упаковано. И здесь, посмотрите, какая-то интересная коробочка. Что в ней, как вы думаете? Остановите это видео и напишите в комментариях. Давайте, открываем. Так. Какая-то визиточка. О, и какая красота. Вы посмотрите. Брелочки кожаные Lexus. Еще есть та же ручка. Металлическая, на которой написано Stoller Lexus. Классно. Вот прям чувствую, что купил дорогую новую машину. Также еще в бардачке был замечен вот такой вот кожаный чехольчик для вашего ключа. На самом деле, вот такие вот мелочи, да, когда покупаешь премиальный автомобиль, оно все-таки радует. Несмотря на то, что это такая как бы не супер дорогая безделушка, если сравнивать с общей стоимостью автомобиля, но если бы это не положили, было бы уже не так приятно. Это хоть не моя машина, но мне все равно приятно такие вещи распаковывать. Перед тем, как я пересяду на задний ряд сидений, хотелось бы еще вам показать, как здесь выполнено открытие дверей. Такая вот кнопочка здесь находится, вы на ней нажимаете и спокойно покидаете автомобиль. Но для людей, у которых есть определенная фобия, что у них сядет аккумулятор в моменте, когда они будут находиться в автомобиле и вообще останетесь вечным заложником японского бренда, вот так вот берете ее, дергаете два раза и механическим путем покидаете автомобиль. Короче, все продумано, не переживайте. На втором ряду реально очень удобно. Здесь еще есть ручка, которой можно регулировать угол наклона спинки. И вот когда вы откидываете полностью спинку, прям кайф, вполне еще я вам скажу. Ну, понятное дело, что я не могу там вытянуть полностью ноги, как в S-классе, но здесь именно посадка, вы поймите, именно посадка здесь максимально комфортная. Все-таки 6 сантиметров имеют значение, вот может быть они как раз таки и дали такое приятное ощущение на заднем ряду. Потому что вот именно подлокотник, он находится в правильном месте. Угол самой сидушки, он какой-то такой комфортный. Да, может быть не хватает здесь панорамной крыши, чтобы прям люксовость эта ощущалась. Но посадка вообще прям царская, я вам скажу. Здесь еще есть вот такой вот подлокотничек. Ой, вообще хорошо, я вам скажу. Вот я сам за собой сижу. Красота. Подстаканники есть. Здесь такие, знаете, прям для рюмочек каких-то небольших. Два стопарика поставить и ехать. Ну вот этот вот пенек на самом деле сделан, ну не очень люксово, мягко говоря. Вот здесь есть панель управления климатом для задних пассажиров, но нет настройки интенсивности воздуховодов. То есть вы выбрали температуру и уже машинка сама за вас решает с какой интенсивностью включить вентилятор. Но здесь вы можете их полностью перекрыть, либо открыть. Есть две зарядки Type-C. Ну вот здесь на самом деле прям просится какой-то дополнительный отсек, либо подстаканники еще для задних пассажиров. Но здесь ничего нет, прям пенек, как я его и назвал. Стекла у нас сзади одинарные, спереди у нас двойные стекла. То есть шумка должна, по идее, быть неплохой. По отделке, кстати, посмотрите, как приятно дожимает она, да? Люксовость вот в мелочах прослеживается. Материалы тоже очень приятные. Здесь у нас кожа, подлокотник кожи. Кстати, открытие и закрытие автомобиля может осуществляться также и задними пассажирами. Здесь есть кнопки. Если вас оставили одного на заднем ряду, вы можете закрыть и открыть автомобиль. Полезно. Ну вот это вот. Я не знаю, я долго смотрел на это. Я молчал, я не знал, говорить ли вам об этом. Но это очень плохо все. Здесь очень криво. Подголовник криво пошит. Строчка кривая. Все торчит, выпирает. Я не знаю, может быть, по итогу оператор вырежет это все. Но я должен об этом сказать. Это моя миссия, вам рассказать об этом. А так тачка крутая. Слушайте, ну вот посмотрите. Со включенными дневными ходовыми огнями. Черный. Ну смотрится прям дерзко, согласитесь. Но знаете, как можно все испортить просто в одно мгновение? Сейчас покажу вам. Я думаю, что на этой ноте мы и закончим наш сегодняшний обзор на новый Lexus RX 23 года. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки. Не забывайте подписываться на наши соцсети. И обязательно напишите в комментариях, что думаете по поводу нового Lexus RX. С вами был Алексей, компания West Motors. Всем пока.